Владимир Владимирович, я предлагаю, у нас есть возможность поговорить о том, о чем вы считаете важным, но все-таки начать с темы, которая очень часто появляется у вас в ваших интервью, в ваших передачах, это тема свободы и ответственности. Это вопрос, которым я интересуюсь и который меня занимает, можно сказать, всю жизнь, еще даже с детства. И постепенно только я пришел к пониманию, что это очень тяжелая вещь, свобода, что чаще всего ее понимают как волю, что хочу, то и ворочу, что хочу, то и говорю, что хочу, то и делаю. Но это совсем не свобода. Свобода на самом деле сопряжена с ответственностью, и поэтому я всегда говорю, что самый безответственный человек, он и самый несвободный человек, а именно раб. Раб не несет никакой ответственности, за него полностью отвечает его хозяин, и он абсолютно несвободный человек. И напротив, свободный человек, он предельно ответственный. Я люблю приводить такой пример. Был такой франко-испанский писатель, он умер не так давно, его звали Хорхе Семпрун, он воевал против Франка во время гражданской войны в Испании, потом бежал во Францию, куда его тут же посадили, где его тут же посадили в концлагерь. Ну и потом уже он вышел, потом началась Вторая мировая война, и он ушел в сопротивление, и был чрезвычайно известен, как очень опасный для фашистов человек. Его искали, искали, нашли, посадили, отправили потом в Бухенвальд, откуда он все-таки вышел. И написал книгу, которую называл господ французский «Le long voyage», что значит «Долгое или длинное путешествие». И там есть такая сцена, он описывает это, как он сидит в одиночке в гестапольской тюрьме, и его сторожит солдат, который его спрашивает, а почему ты, собственно, в тюрьме, что ты сделал такого? На что он отвечает «Я в тюрьме, потому что я свободный человек». На что солдат, усмехнувшись, говорит «Ну, какой же ты свободный, ты же в тюрьме, вот я свободный, я пойду к себе в казарму, там, потом попью пиво или что, ну, я вот свободный». На что Семпрун ему отвечает «Ты просто ничего не понимаешь». Дело в том, что когда вы вторглись в мою страну, то, что вы несли с собой, было антисвобода. И я, как свободный человек, не имел выбора. Я ведь мог сидеть дома, читать газету, пить вино, не рисковать шкурой. Но, как свободный человек, у меня не было выбора, я должен был с вами бороться. Иначе я отказывался от свободы. Свобода обязывает меня бороться с вами. А вот какой же ты свободный? Тебе прикажут, будешь меня стрелять, прикажут, пойдешь делаешь то, что тебе говорят. Это совсем другое. Вот эта вот тема свободы, она меня, как я сказал, занимает, и она чрезвычайно серьезная, на самом деле. Свобода и ответственность, они идут рядом. И свобода слова, как часть этой свободы, это оттуда же. Один из великих судей Верховного суда Соединенных Штатов Америки, такой был Оливер Уэндл Холмс, младший, в 20-30-е годы прошлого века, сказал, что человек не имеет права кричать пожар в битком набитом кинотеатре только потому, что он хочет кричать пожар. Не имеет права. Это ограничение свободы слова? Да, сказал Холмс, это ограничение называется ответственностью. Последствия того, что ты сказал, ты за них, ты за это отвечаешь. Ты отвечаешь. Именно потому, что ты свободный человек. А нет, так ты, ну, как угодно. Ты раб, в конце концов. И когда возникают эти разговоры у меня, ну, с друзьями, я говорю, что беда России в том, что это очень долго была страна рабов. Ну, как писал небезызвестный Михаил Юрьевич Лермонтов. Это страна, в которой никогда не было свободы. Ну, очень короткий был период после отмены крепостного права. Кстати, вы, конечно, знаете, что когда же, наконец, крепостное право было отменено, то очень многие крепостные умоляли своего барина не отпускать их. Не надо. Потому что куда деваться? Люди, которые никогда не понимали, а как иначе жить. И был короткий период между 1861 и 1917, ну, два поколения, когда все-таки вот этот вот элемент свободы, ответственности стал возникать, но это недолго длилось. Ну, а потом уже советский строй, где абсолютно никакой свободы не было. Все было построено на подчинение. Это не рабство в буквальном смысле этого слова, но это, конечно, рабство. Ну, уж не говоря о колхозниках, у которых не было паспортов. И они никуда не могли вообще уехать. Без разрешения на то. Вот это вот, когда рабство снимается, когда эта крышка, значит, снимается и вырывается оттуда пар. Это пар – это воля. Что хочу, то и делаю. И плевать на всех. И в значительной степени это продолжает существовать сегодня в России, в нашей стране. Вот. И, конечно, это процесс. Довольно длительный процесс. Пока вот эта вот жажда воли меняется на на Готовность к ответственности. На свободу. Это, знаете, много маленьких, много примеров самых разнообразных. Вот, например, я не знаю, водите вы машину или нет, там, в городе Москве. Я давно вожу. Но вот очень долго машину водили вот так. Как хочу, так и вожу. А теперь стали пропускать уже некоторое время пешеходов на пешеходной дорожке. И стали друг друга пропускать. А почему? Потому что стали люди лучше? Да нет. Они просто поняли, что так лучше жить. Сегодня я тебя пропускаю, завтра ты меня пропускаешь. Нормальное общественное существование. Это тоже относится к свободе. Так что, пожалуйста, все, Продолжение следует...